Once Human это новая игра в жанре выживания от китайской компании NetEase, которая сравнительно недавно стала доступна всем желающим в Steam абсолютно бесплатно. И да, это не шутка, а отличительная черта проекта, которая предлагает инвестировать исключительно в косметические предметы, что довольно странно, учитывая наличие ММО составляющей в игре. Так или иначе, но ключевая особенность Once Human заключается в том, что в нем используется система сезонов с полным обнулением прогресса персонажа. Совсем скоро состоится выход нового сезона, и как вы понимаете, нам есть что обсудить. Например, мы пройдемся по причинам недовольства игроков, а также затронем подход разработчиков к сезонной системе. Правда, в начале мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает Comeback.pv. Comeback.pv это лучший и одновременно с этим самый популярный классический проект по Perfect World версии 1.3.6 и 1.4.6. Оба сервера способны предоставить вам доступ к уникальной атмосфере того самого времени, когда игра только запускалась в нашем регионе. Если на 1.3.6 присутствуют только классические расы и классы, то на том же 1.4.6 уже появились амфибии. Впрочем, не только этим славен Comeback.pv, ведь его главным достоянием является множество quality of life улучшений игрового процесса, которые отсутствовали до более поздних обновлений. Среди них можно обнаружить идеально работающий автопуть, а также подсветку всех предметов и существ по заданиям. Также разработчики балуют свое сообщество регулярными событиями с реальными и виртуальными призовыми, которые никогда не дают заскучать. Приятным же бонусом ко всему перечисленному выступает головокружительный онлайн до 15 тысяч активных пользователей. С приходом же этого года разработчики Comeback.pv официально объявили о запуске нового игрового мира версии 1.3.6.x, который просуществует полгода. После этого персонажи перенесут на основной сервер этой версии. В течение этого периода времени вы сможете поучаствовать во множестве марафонов с ценными виртуальными и денежными призами, а также побороться за мировую карту с самыми сильными коллективами Perfect World. Запуск 26 января. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. За нее и вам, и мне начислят множество приятных бонусов. Удачи! Начать разбор этого материала необходимо с самой простой темой, которая волнует игроков больше всего – обнуление прогресса после завершения сезона. Сезон по изначальной концепции NetEase длился всего 7 недель. 6 недель открывался прогресс, а еще одну неделю тратили на то, чтобы этим прогрессом насладиться. После этого персонажи, игроков и все их имущества должно было удаляться в полном объеме, включая косметические наработки, рецепты, таланты и, конечно же, ресурсные приобретения. Для того, чтобы сохранить имеющийся скарб, по задумке компании существовал Eternal Land, или вечный остров, доступ на который вы получали практически сразу. Идея была такова, что вы должны были инвестировать все свободное время и ресурсы в его развитие, обустраиваясь там и храня основные части добытых вами материалов. Вот только знали про эту задумку далеко не все, да и сама концепция была не очень удобной, ведь перенести что-то из Eternal Land в обычный мир практически невозможно. Для этого необходима специальная валюта, которую достаточно тяжело получить, а поэтому перечень предметов, доступных к переносу, был сильно ограничен. Как вы понимаете, пользователи, которые поиграли в Once Human не для галочки, а для прогресса, прекрасно осведомлены, что такой подход не выглядит как что-то привлекательное. Связано это с тем, что прокачка персонажей здесь достаточно долгая и предполагает под собой выполнение весьма однотипных заданий, которые интересны в первый раз за счет побочных миссий и опыта новизны, но на втором круге имеют все шансы надоесть. Игрокам не сильно импонировала идея, что это делать придется с полного нуля и еще больше раздражал тот факт, что все добытое скоро будет утеряно. Ведь действительно качественные чипы для вашего оружия и прочие улучшения поймать в Once Human довольно тяжело, ведь вам не только нужно выбить предмет с подходящими характеристиками, но и поймать удачу во время их заточки, когда улучшается тот или иной показатель. Процесс довольно затратный и лимитированный различного рода контроллерами, которые не позволяют целый день проходить одно и то же подземелье ради добычи, ведь сами контроллеры получить очень тяжело, поэтому есть предел. Как следствие, если вам удавалось собрать хорошую сборку, вы уже были в существенном плюсе, ведь это выделяло вас на фоне множества других игроков, которым в этом вопросе также сильно не везло. Так что обнуление подобных наработок всех очень сильно беспокоило, да и были вопросы к тому, что будет дальше, ведь разработчики не говорили про отличие сезонов. Все, что мы знали перед запуском, это то, что они будут, и то, что вайпы будут происходить достаточно часто, поэтому практически с самого старта игроки очень сильно возмущались насчет этой механики, и разработчики еще в первую неделю пошли сообществу навстречу, сообщив, что они переработают свой подход к этому вопросу и несколько позже поделятся своим видением. Что ж, надо признать, что это действительно произошло, ведь команда не только изменила правила обнуления, но и подробно рассказала, что такое система сезонов, чтобы нам было спокойнее. В начале про систему сезонов и как это устроено. Да-да, мы наконец получили исчерпывающий ответ на то, как это выглядит. Первое и самое главное, что обозначили разработчики, это то, что сезоны в игре официально называются сценариями, и на запуске проекта нам предложили два сценария на выбор. Один подходил для пользователей с PvP-ориентиром и назывался Evolution Skull, а второй был доступен на PvE-серверах и носил имя Monibus. Между ними были отличия, которые на первый взгляд казались незначительными, но при этом они полностью видоизменяли принципы получения некоторых предметов на максимальном уровне. Также они вносили правки в поведение базового контента, событий и некоторых иных активностей, что делало разницу между ними еще более существенной. Два сценария — это исключение, которого придерживались разработчики для запуска, чтобы игроки могли попробовать оба формата и дать обратную связь, проанализировав которую команда бы сделала выводы и в дальнейшем доработала свои недостатки. Именно это и было сделано, а поэтому в будущее сценарии было решено внести серьезные коррективы. Это не затронет следующий сценарий, который уже получил название — Prismverse Call, ведь он будет работать по тем принципам, которые были заложены в него изначально. Он считается ближайшим к нам и позиционируется как сентябрьский сценарий. В целом механика сценария вращается вокруг того, что они разворачиваются в рамках одного сезона, продолжительность которого будет зависеть от написанного сценария. Проще говоря, это может быть как один месяц, так и полгода. Все зависит исключительно от его проработанности и глубины. Игровой контент в сценариях все еще будет открываться постепенно, поэтому вы не получите доступ ко всем активностям и вам, и дальше придется ждать, пока новые занятия не будут разблокированы. Как только сценарий будет пройден и вы получите весь опыт, игра перейдет к фазе заселения. Она будет длиться в среднем 4 недели, и в течение этого периода вы сможете как далее играть на серверах прошлого сценария, так и мгновенно перенести своего персонажа на миры нового сценария, где вы сможете начать новое путешествие. Если же по какой-то причине вы будете заняты и не сможете этого сделать, не беда. Награды, полученные вами в ходе сценария, автоматически перенесутся в Eternal Land, из которого в будущем, по возвращению Once Human, вы сможете перенести их на актуальный сценарий. Единственное, что необходимо учитывать, это то, что не все награды переносятся, и некоторые из них могут быть заблокированы из-за темы сценария. Касательно тем, разработчики не дали подобного описания того, что ждет нас впереди, ведь они, как и ваш покорный слуга, руководствуются принципом «без спойлеров», а поэтому не считают нужным подробно раскрывать нам планы про будущие обновления. Однако они немного приоткрыли завесу тайны, благодаря чему мы знаем, что Prism vs. Cold будет проходить весь сентябрь и сфокусируется на противостоянии фракции. При этом, что интересно, разработчики уклонились от вопроса, про какие именно фракции идет речь. Будет ли это борьба различных сторон конфликта, которые мы видели в игре, или же под фракциями подразумеваются союзы игроков, также носящие название Warbande. Так что сейчас не совсем понятно, в чем будет заключаться следующий сезон. Гораздо интереснее то, что после него в октябре придет новый сценарий и новый сезон, который заявлен разработчиками как специальный. Его приход будет сильно интереснее, чем то, что намещается в Prism vs. Cold, ведь он будет первым, который учтет пожелания игроков с релиза проекта. Октябрьский сценарий откроет нам двери на полностью новую карту, которая никак не будет пересекаться с теми локациями, которые мы посещали в первом сезоне. Это касается не только названий или внешнего вида зон, но и декораций, по которым вы будете путешествовать. Куда именно нас перенесут, пока не объяснили, но разработчики обещали настолько радикальные изменения окружения, насколько это возможно. При этом основная идея сезона даже не в новой карте, а в том, что разработчики применят в нем систему погодных условий, что поставит нашего персонажа в экстремальное положение, когда нам постоянно будет требоваться выживать. Концепция заключается в том, чтобы заставить игрока чувствовать угрозу на постоянной основе, ведь в первом сезоне передвижение по карте было довольно вальяжным, а какие-то проблемы возникали либо в слишком высокоуровневых зонах, или в особо сложных подземельях. Теперь с этим будет покончено, и угроза будет подстерегать нас везде, даже в нашем собственном жилище, но ждать-то необходимо не раньше октября. Также разработчики отметили, что он будет иметь большой уклон на социальную составляющую, поэтому заранее порекомендовали обзавестись парой знакомых мета-людей. Вот только и на этом информация не заканчивается. В планах NetEase выпускать по 4 сезона в год, запустить 4 полноценных сезона в 2024 у них не выйдет, потому что сроки слишком малы, а поэтому они сфокусировались на исправлении имеющихся недочетов и тестировании систем, которые будут иметь место в будущих сценариях. По этой причине сентябрьский и октябрьский сценарии будут настолько короткими. После того, как они завершатся, нас будет ожидать следующий сезон, и вот он уже вас порадует, ведь его концепция заключается в том, что он будет носить ПВЕ характер и не будет иметь под собой системы обнуления. Это означает, что вы сможете играть в него бесконечное количество времени и не переживать насчет заработанной вами добычи. Более того, не совсем понятно, что именно имели в виду разработчики, но по всей видимости он станет чем-то вроде Вечных Миров, куда постепенно будет добавляться новый ПВЕ-контент из других сценариев, но только тот, который будет вписываться в его тематику. По сути своей, это ответ пользователям, которым не нравится концепция сезонности и которым хотелось бы продолжать свой игровой процесс на одном персонаже, полностью сохраняя все приобретенные имущества. В следующем же году нас ожидает новый сценарий, который будет длиться значительно дольше, чем мы привыкли. Речь идет не про два месяца, как было сейчас, а про целых три. Сроки могут немного измениться, но ориентировочно это от 12 до 15 недель. Суть этого сезона понравится тем, кто почувствовал, что One's Human не смог дать им то, чего они хотели. Основной акцент в нем будет поставлен на неограниченное ПВП в открытом мире, что позволит вам убивать любых других пользователей, которых вы можете встретить вокруг вас. Более того, в нем будут и специальные тематические активности, но больше подробностей мы узнаем или к моменту его выхода, или непосредственно вместе с его релизом. Также масштабность сценария будет довольно существенной, и поэтому игровые миры будут вмещать больше пользователей, чем обычно. NetEase напомнили, что количество пользователей на одном сервере регулируется вручную, и зависит от того, сколь часто игроки по задумке авторов должны контактировать между собой. Теперь, что касается изменений, которые были внесены в механику смены сценария или сезона, называйте как вам удобнее. Разработчики сообщили, что они недооценили важность персонажей для своей аудитории, а поэтому в течение последних недель они рассматривали различные форматы решения вопроса, и в итоге создали первую пробную концепцию, которую они попробуют после завершения действующих сезонов. Это означает, что в будущем она может еще раз подвергнуться каким-то изменениям, но на данный момент таковых планов нет, и до старта Prismverse Call ждать их не стоит. Что на текущий момент сделали авторы? Во-первых, ваш персонаж больше не будет удален. Теперь герой продолжит существовать и сохранит свое имя, размер тела, косметические предметы, формулы мебели, список друзей и важные материалы, включая знаки Митсука и Серебряные Ключи. Прогресс боевого пропуска и прогресс выполнения заданий в открытом мире сохранится за вашим героем навсегда, и также не будет обнулен. Более того, все перечисленное не будет потеряно при переходе из одного сценария в другой, а поэтому вы сможете воспользоваться этим в следующих обновлениях. Тем не менее, нужно иметь в виду, что уровень вашего героя и меметические улучшения плотно связаны с балансом и привязаны к сценарию, где вы их получили, а поэтому их ожидает полное обнуление. Особенно сильно это касается меметиков, которые в каждом сезоне будут претерпевать ряд изменений. Во-вторых, чертежи оружия и брони, фрагменты чертежей, которые необходимы для их улучшения, аксессуары к оружию, которые вы зарабатываете, исследуя окружающее пространство и модификации к нему же, а также рецепты еды будут сохранены навсегда. Изначально разработчики планировали обнулять их, позволяя вам почувствовать себя полностью новым героем, который начинает свое путешествие с полного нуля. Но теперь они согласились с тем, что это были слишком радикальные меры, а поэтому все эти рецепты можно будет использовать в следующих сезонах с самого старта. Ограничение для их использования в будущих сценариях не предусмотрено, а поэтому все полученные вами ценные награды найдут свое применение. В-третьих, чертежи домов, формулы мебели и различного декора, а также просто мебель, которая хранилась в инвентаре вашего персонажа и его складах, будет также сохранена навсегда. Тем не менее, ваше жилище перенесено не будет, и если вы захотите возвести себе дом, вам потребуется потратить строительные ресурсы и сделать это с нуля. Чтобы этот процесс происходил менее болезненно, разработчики оптимизировали процесс взаимодействия чертежей дома с формулами, что должно позволить вам в будущем быстрее строить себе дома и меньше тратить время на этот процесс, особенно без обнуления прогресса. В-четвертых, полученные вами ресурсы, а именно материалы, медикаменты, патроны, а также оружие, доспехи, мутации и калибровочные чертежи, не будут перенесены в новый сценарий автоматически. Все это дело, как и было запланировано изначально, окажется в Eternal Land. После того, как ваш персонаж окажется в новом сценарии, вы сможете взять с собой несколько предметов, если они будут соответствовать правилам этого сценария. Делается это для того, чтобы ветераны не имели значительных преимуществ над новичками, ведь они и так будут отставать по заработанным чертежам оружия и элементам экипировки, которые игроки смогли получить в прошлых сезонах. Если выдать им еще и доступ к сохраненным ингредиентам, то сам процесс обнуления потеряет какой-либо смысл, и возникнет логичный вопрос о целесообразности подобных действий со стороны разработчиков. Что касается энергии, которую вы тратили во время сезона для приобретения различных ресурсов и предметов у торговцев, то она будет тоже обнулена с приходом нового сценария, но не полностью. Вместо того, чтобы навсегда исчезнуть, она будет перенесена на Eternal Land в качестве астрального песка, который можно тратить на нем в виде местной валюты, необходимой для строительства. В-пятых, все предметы, которые были связаны со сценарием, который реализовывали разработчики, а также различные элементы, касающиеся меметической специализации, будут безвозвратно удалены. Они слишком сильно влияют на будущее сценарии, и поэтому их перенос невозможен. Это решение окончательно, и изменению не подлежит. С другой стороны, если оценивать глобальные изменения, то они весьма значительны, ведь первоначально вы должны были создавать героя с полного нуля и переносить только то, что успели поместить или создать на Eternal Land. Так что на сегодняшний день команда NetEase пошла на значительные уступки, переоценить которые довольно тяжело, ведь сейчас мы теряем лишь накопленные реагенты и некоторые специфические предметы, которые относятся к сезонной тематике, что, как вы понимаете, меньше из возможных жертв. Как вы можете заметить, NetEase пошла на серьезные уступки игрокам, и нужно признать, что это повлияет на One's Human в лучшую сторону, ведь онлайн-пользователи в проекте продолжают быть высоким. А когда аудитория узнает, что в нем не будет происходить полное обнуление прогресса, интерес должен вырасти кратно. В сегодняшнем материале мы поговорили не только про ближайшие планы компании, но и про то, какие именно предметы будут сохраняться, так что если вы покидали эту игру из-за подобной механики, теперь можно вернуться, особенно если учесть приближение нового, по слухам, очень интересного сезона. На этом я заканчиваю свое видео, если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok